Добрый день, дорогие подписчики и гости этого канала! В сегодняшнем видео я покажу и расскажу, как создать кисти для быстрого рисования задних фонов. Так как для новичков и не очень опытных, так сказать, художников, нарисовать задний фон для игры не всегда простая задача. У кого-то рука дрожит, у кого-то не хватает фантазии, в общем причин может быть много, но результат должен быть один, и это должен быть хороший качественный результат. Итак, поехали! Значит первое, что мы сделаем, это конечно же горы. Почему горы? Да потому что когда начинаем рисовать фон, самым первым мы начинаем рисовать именно вот такую вот линию гор, которую потом вот закрашиваем. Ну или вот так, например. А сейчас у меня разрешение документа, как всегда, 320 на 180 пикселей, поэтому я сейчас беру выделение и примерно вот такой вот кусок экрана захватываю. Нажимаю Ctrl-Shift-C, чтобы скопировать вообще все со всех слоев в рамке вот этого выделения. Нажимаю Ctrl-N, чтобы создать новый документ, и у меня здесь появляется как бы новый размер из буфера обмена. А сейчас это 140 на 156, а меня в принципе интересует даже больше высота. Давайте сразу округлим примерно, ну не знаю, до 160 хотя бы. А также сделаем ее квадратной. Окей, теперь я беру белый цвет и заливаю им фон. Теперь создаю новый слой, обратный карандаш и переключаюсь на черный цвет с помощью клавиши X. То есть я с помощью этой клавиши вот эти два цвета меняю. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Теперь я рисую что-то похожее хотя бы на гору. А вот такие вот рисовать как бы не рекомендую. Потом поймете почему. Но я его как бы просто оставлю сейчас для примера. А пока спрячу. А значит сейчас рисуем просто что-то вроде такого треугольника. Желательно вот такие вот слишком палевные детали не делать. Как бы чтобы... А по сути просто вот такая вот пирамидка была. Но как бы не всегда слишком вот такая вот ровная. То есть у меня здесь сейчас тут и загиб получился. А если даже с этим все сложно, то идем по более простому пути. А выбираем лосо с помощью клавиши L. Рисуем вот такую пирамидку. И заливаем это все заливкой. Как бы все. Изи. Теперь что со всем этим нужно сделать. А значит... А я нажимаю Ctrl A, чтобы выделить все. Иду в редактирование. Определить кисть. Гарапиксель. И перехожу обратно на наш документ. А значит теперь я перехожу обратно на карандаш клавиши B. И у меня как бы эта кисть сразу тут появилась. Сейчас ей особо много ничего так не наделаешь. Ну конечно можно, но... Это не так интересно, как будет чуть позже. То есть уже как бы можно вот так вот быстренько набросать вот холмики какие-то. Но гораздо интереснее, если ее настроить. Нажимаю F5. Появляется вот такое окошко настройка кисти. Значит, что мне здесь нужно сделать? Во-первых, можно изменить интервалы на более редкие. Но не всегда оправданно. Пожалуй, в принципе, оставлю как было на 10. А потому что у меня на нее немножко другие планы. Как раз хочу, чтобы она была достаточно плавной. Либо вообще интервалы убрать. Далее я перехожу в динамику формы. Оставлю здесь галочку и нажимаю на саму надпись. Значит, колебания размера. Здесь можем выставить хоть 100. Хоть 0. Шучу, 0 не надо. Значит, колебания размера ставим примерно на 20-30%. Ну, давайте вот 25 поставим. А, собственно, зачем это нужно? А я сейчас как бы абсолютно никак не регулирую планшет. То есть давление. Но размер этой горы как бы все время меняется. А давайте я сейчас сделаю побольше интервала, чтобы это было более заметно. То есть видим, что она как бы вот так вот изменяется. Но так как у нас тут всего 25%, то изменяется не сильно. Поэтому давайте сделаем примерно на 40. Вот, уже как бы сильнее. Только интервалы не такие большие. Вот, уже получаем такую вот неровную поверхность буквально просто вот за несколько секунд. Разве это не здорово? Я, кстати, создал новый документ 1000 на 1000, чтобы как бы здесь больше было простора для подобных экспериментов. Так как и здесь как бы нам места маловато. Так, ну что ж. Продолжаем настраивать нашу кисть. Значит, минимальный диаметр вставляем на 0%. А здесь ничего страшного. Колебания угла. Вот здесь вот можно выставить. Но я обычно ставлю не больше 10, так как, например, уже даже на 20% начинается вот такая вот хренотень. А вот до 10%, даже вот на самом 10%, уже такая вот ерунда получается. Так, где-то вот на 3-4% в принципе уже нормально. Что примечательно, то что как бы каждая эта гора, она по-своему как бы уникальна. Она отличается от предыдущей. И если мы как бы чуть позже это сюда делаем, то в принципе даже не будет понятно, что это все сделано одной кистью с вот таким вот отпечатком. Поэтому продолжаем настраивать. И колебания формы мы здесь тоже как бы можем поставить в зависимости от наших предпочтений. А я как бы сейчас создам новый слой и проверю, как она вот будет работать на 100%. То есть видим, что она здесь достаточно сильно сплющилась. Поэтому тоже ставим примерно процентов на 6. Вот так вот. Что касается колебаний угла, здесь лучше поставить на нажим пера управления либо на направление. Тоже можно получить достаточно интересный эффект. То есть как бы направление кисти следует, точнее направление вот этой самой горы, следует как бы за направлением моего вот этого вот штриха. что достаточно удобно в некоторых случаях. Но я как бы пока здесь просто все отключу, так как мне будет удобнее как раз вот так вот все настраивать. И по сути, если мы хотели бы сделать нажим, точнее колебания угла, то низ этой горы следовало бы тоже немного сделать по-другому. Например, сейчас вот где у нас этот отпечаток. стереть ему вот эти вот, так сказать, грани. Вот. Тогда как бы уже не будет вот этих вот острых углов. Это уже будет более сглажено. Поэтому эффект уже должен получиться нормальный. Так, ну в принципе это уже довольно-таки неплохо похоже на нормальную гору. Останется лишь ее немного задетализировать и будет все окей. А поэтому я сохраняю сейчас эту кисть, нажимая на вот этот вот кусочек бумажки. Горает пиксель, пусть будет 0.1. Окей. А в принципе, что здесь еще можно такого вот поменять? А в принципе, конкретно в этом случае здесь, пожалуй, даже ничего. А как бы можно использовать передачу, но я ее как бы больше использую для такого арта, а более крупных разрешений для пикселей как-то, ну, не очень подойдет на самом деле. Ну, а тут уже сами смотрите, как бы эффект можно получить достаточно интересный. То есть вот за несколько секунд сделали что-то вроде каньона. Поэтому не забывайте ставить передачу, но у меня она здесь на нажиме пера стоит. Ну, это уже так, более расширенная техника, скажем. А что касается рассеивания, здесь тоже как бы нужно смотреть уже по обстоятельствам. Как бы просто включив галочку, мы особо изменений никаких не заметим. А на включен, например, здесь рассеивание побольше, и будем уже наблюдать вот такую вот хаотичную картину. А сейчас используем эту функцию, например, для создания частокола. Создаем новый слой, точнее, новый документ. Так же 160 на 160. Делаю что-то такое вот острое. Так, ну вот, он выглядит достаточно острым. А поэтому сейчас так же вот его выделяю. И нажимаю определить кисть. Смотрим, что у нас получится сейчас. Конкретно сейчас ничего интересного. Возможно. Хотя подобным, так сказать, клинком, можно тоже делать достаточно плавные такие холмики. Поэтому данная кисть тоже может вам пригодиться. Однако мы пойдем дальше. Настроим здесь и динамику формы, и интервалы сделаем достаточно редкими. Хотя бы вот так. Далее. Динамика формы. Изменяем колебания размера. Не сильно, в принципе, но изменяем. Думаю, что 40% вполне хватит. Да, 40% было вполне достаточно. Отлично. Так, управление как бы здесь отключаем. Колебания угла. Вот это вот самое интересное. А можно даже теперь поставить интервалы побольше. И включим рассеивание. Вот, в принципе, если необходимо создать что-то такое острое на заднем плане, то данная кисть, в принципе, позволит легко это сделать. Однако не нужно таким способом делать траву. О ней мы сейчас поговорим отдельно. Давайте здесь же сразу ее и сделаем. А, значит, новый слой. А трава, в принципе, у нас была скорее даже на переднем плане. Поэтому тоже здесь размер не маленький. А, значит, здесь уже просто беру лассо и как бы вот такое вот тоже клинковидное, каплевидное выделение, которое заливаю черным цветом. А теперь создаю новый слой. Делаю почти то же самое. И можно добавить еще один вот так посередине. В принципе, можно даже все и в один слой сейчас слить. Слишком жирный получился здесь кусок травки. Вот так вот. Все, так же выделяем. Определить кисть. И настраиваем. А сейчас как бы тоже получается что-то такое невнятное. Поэтому, во-первых, больше интервалы. Во-вторых, динамика формы. Колебания размера. А, и колебания угла. Отлично. Только сам размер у этой кисти, пожалуй, сделаю все-таки вот так вот поменьше. Для более густой травы можно интервала сбавить примерно процентов до 20. И проведя уже вот несколько раз, получаем вот такой вот густой покров. А для переднего плана, в принципе, будет неплохо. Так даже посмотреть, например, если... А здесь, кстати, можно как раз-таки включить в динамике формы колебания угла направления. Тогда трава будет как бы следовать за вами. Точнее, за штрихом вашей кисти. И поэтому позволит вам как-то более интересно это все редактировать. Ну и, наконец, самое-самое интересное. Это деревья. А также 160 на 160. И поехали. А теперь, что здесь нужно нарисовать? По сути, в идеале делать елку. Это самое простое и самое быстрое. Значит, тоже беру лассо. И по типу горы, что мы делали, делаю вот такую... Нет, не такую. Тоже вот такую пирамидку. Только вот в таком виде она будет немного неинтересна и во многом похожа на горы. Поэтому я ее дублирую, беру ластик и начинаю ее вот так вот подрезать. Сейчас учет на то, что ветки деревьев и елки не исключение, они тянутся вверх вот так вот к солнцу. Поэтому я делаю вот такой вот наклон у кисти, чтобы ее ветки как бы смотрели как раз наверх. Сильно детализировать здесь не надо, потому что после того, как вы на задних фонах нанесете, их все равно придется немного редактировать, там где-то подкрашивать, где-то наоборот удалять. То есть не будет такого, что сейчас просто нанесете их как горы, и они будут классно смотреться. Здесь, к сожалению, так не получится, поэтому придется немного редактировать. И, собственно, по этой же причине ненужность на этом этапе сильно заморачиваться там как-то с детализацией, а с разными там размерами, с чисткой и так далее. Так, ну вот, уже больше похоже на елочку, чем вот такая пирамидка. Конкретно, кстати, по рисованию деревьев у меня есть уже несколько отдельных видео, поэтому, если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. Тогда вам будет намного проще все это делать. Так, ну что ж, а теперь можно уже эту елочку, так сказать, создавать в качестве кисти. Опять же, все это выделяем. Сейчас только сначала посмотрю. С этой стороны она немного не очень хорошо смотрится, поэтому все-таки придется еще немножечко подождать. Ну ладно, хрен с ней. А значит, выделяем, определить кисть и возвращаемся на наш полигон. Смотрим. Получается, как всегда, не то, что нужно, поэтому идем в редактирование. Значит, что касается интервалов, здесь ставим чуть пореже, либо, в принципе, оставляем как есть. Вот, в принципе, в моем случае 23% вполне нормально. Хотя можно и побольше поставить. Вот, 52, отлично. Практически то, что нужно. А значит, теперь динамика формы, колебания размера. А вы, кстати, учитывайте, что при колебании размера как бы изменяются и вот эти вот пиксели. То есть, сейчас они здесь вот такие, а при изменении размера самой программой, они как бы здесь вот сильно изменяются. Это как раз то, о чем я говорил, что не надо сейчас сильно заморачиваться с детализацией. Но, тем не менее, уже, вот смотрите, получается по силуэтам такое вот подобие елового леса. Тоже буквально за секунду. Это при том, что мы еще не настроили кисть до конца. Значит, колебания угла 2-3%, больше уже не надо. Вот здесь, в принципе, и 2 неплохо. Давайте 5 попробуем. Ну, нет, 5 уже сильно. Вот 4% в принципе здесь идеально подходит. Кстати, размер можно установить на нажим пера. Тогда, если я буду слабо давить, то как бы будут вот такие вот маленькие елочки. Если буду давить сильно, то елочки будут большие. Это позволит лучше контролировать ситуацию и создавать более такие художественные фоны. Вот, например, сейчас получилось достаточно неплохо. Но, опять же, надо просто это делать. Можно также здесь поиграться с настройками колебания формы, но тоже сильно, слишком. Ну, мне в принципе не нравится, как это получается сейчас. Вот, ну и если кому-то подойдет, то будет классно. Окей. А, значит, оставляем такую кисть, сохраняем ее. И называем елки 0.1. В принципе, у нас сейчас здесь практически все кисти для рисования заднего фона. Кроме одной. Это рисование облаков. Создаем, опять же, здесь новый слой. И, собственно, из чего будет состоять эта кисть. А, так как у нас облака кругленькие, то и саму кисть мы сделаем, ну, примерно, такой вот тоже кругленькой. Ну, вот, давайте что-то вроде такого попробуем. Отлично. А, тоже ее, так вот, в квадратик. Определить кисть. Возвращаемся и пробуем. А, в принципе, ей уже можно пробовать рисовать. А, правда, облака из нее сейчас не получится. Но, тем не менее, значит, интервалы. Настраиваем так же по вкусу, как бы, как нам комфортно. А, в принципе, вот уже получается что-то похожее на такие стилизованные облака. А, оставлю, не знаю, давайте попробуем 35%. Вот, в принципе, мне сейчас нормально. Далее, я не рассказывал про такую фишку, как наклон кисти и, как бы, поворот самого отпечатка. То есть, вы можете даже, нажав правую кнопку мыши, поворачивать сам отпечаток, сплющивать его, и, тем самым, получая разные интересные эффекты. То есть, для каких-то кистей это может быть совершенно другой отпечаток, которыми можно рисовать уже что-то совсем другое. В общем, как бы, применение здесь не единственное. И, кстати, все вот эти настройки, они, как бы, сохраняются у вас вот сюда, в строку. Вот, но мне сейчас все это пока не нужно. Возвращаю обратно. А, если, как бы, здесь что-то где-то накосячили, то здесь просто ставим 100% уголь... угол 0 градусов. Все. И все вернулось на свои места. А теперь, динамика формы. Также, предпочитаю ставить на нажим пера. И, как бы, чем сильнее давлю, тем больше будет наше облачко. Так, только... Немножко мне все равно не нравится. Давайте колебания размера еще сделаем. В принципе, этой кистью можно уже вполне удобно рисовать облака. А я, пожалуй, еще колебание угла сделаю большое, так как у нас кисть круглая, можно сказать, и с каждой стороны у нее какой-то свой отпечаток. Поэтому, каждый раз, когда она будет вращаться, будет получаться, ну, разный результат. А я сейчас сохраню ее как облако 0.1 и в скобках напишу рандомно, так как, по сути, а здесь все создается рандомно. Ну что ж, теперь, когда у нас есть все необходимые кисти, давайте создадим, наконец, фон. Первым делом я открываю панельку цвета, выбираю какой-нибудь синеватый такой цвет, не слишком насыщенный и не слишком яркий, но и при этом не слишком темный. Ну, пожалуй, этого будет достаточно. Теперь создаю новый слой. Беру нашу кисть, которой у нас как бы горы. Можно ее сделать сейчас поменьше, еще меньше. И начиная от низа, уже как бы вот такие вот горы делают. Ну, абсолютно ничего сложного. Только в единственный момент они не должны быть черными. Давайте сейчас сделаем вот так. Я убавлю у них прозрачность. И, в принципе, уже получаю достаточно неплохой подходящий цвет для этого дела. Вот, сразу подниму их как бы вот так повыше. Далее, поверх него создаю новый слой. И теперь нужен цвет чуть потемнее. А здесь я уже возьму, например, кисть такую вот клинковую, которую мы делали, чтобы так вот хаотично нарисовать что-то вроде холмистой местности. Кстати, ей же можно нарисовать и сами горы. Давайте перейдем на слой ниже. Снова создадим новый слой. И цветом чуть темнее ну, собственно, сами вот эти вот острые горы, именно если мы хотим сделать острые, то этой кистью как раз таки можно это сделать гораздо проще и быстрее. Вот, отлично. Теперь просто, что касается вот этой вот задней ерунды, которую мы делали в начале, то она просто у нас сойдет так вот за задний план. Только при этом ее можно сделать еще чуть более прозрачной. Вот так. И так как мы рисуем все-таки афон, а не макап, то, пожалуй, можно сделать размер изображения. Точнее, нет. Сейчас надо выбрать размер холста, чтобы само изображение, которое уже есть, не растянулось. А, переключусь на пиксели и увеличив ширину, ну, допустим, на 640. И высоту поставлю, ну, давайте тоже 240. А, все. Теперь как бы просто проделываю все то же самое, только заново. А, теперь давайте добавим сюда лес. А у меня лес будет находиться между слоем с горами и слоем с вот этим вот более-менее близкими холмами. Значит, выбираю тут у нас кисточка с деревьями. Цвет беру от гор и чуть-чуть делаю темнее. Можно еще чуть-чуть. А, нет, уже сливается. Ну, в принципе, нормально. Так. Попробуем. Сразу, кстати, уменьшу кисть немного. И получили на заднем фоне вот такой вот набросок леса. Можно поднять его чуть-чуть повыше. А вот эти вот холмики, я их, пожалуй, сделаю чуть потемнее. Вот так. И чуть ниже их опущу. Так, у нас уже есть, в принципе, три слоя, что очень даже неплохо. А теперь, что касается деревьев, я создаю новый слой и беру чуть свет посветлее, чтобы как бы добавить такую вот светлую часть. и стараюсь как бы не вылезать за пределы. Но если вылезу, то, в принципе, ничего страшного. Так. И единственный момент. А, можно, в принципе, даже, кстати, поместить это на задний фон и сделать это чуть-чуть светлее через уровни. И будет как бы еще такой слой задний с деревьями. Так, теперь поверх всех слоев я делаю вот что. Значит, что касается гор, можно как бы сделать сразу на новом слое, который сейчас создали, либо сделать его как раз вот пониже, сразу после слоя с горами. Берем лассо и вот так вот делаем немного хаотичное выделение. Как бы выделяем светлую сторону гор. А я, в принципе, про эту технику уже рассказывал в предыдущем видео. А здесь, кстати, ее тоже вот можно просто применить. Просто сейчас это выглядит все очень слабо и неинтересно, поэтому надо это вот как-то решать. Так, теперь беру просто либо здесь светлеет свет и, в принципе, можно даже так и оставить. Окей. А я, пожалуй, возьму еще цвет деревьев и задний фон сейчас уберу, точнее задний слой с деревьями и создам там новый. А я сделаю это для того, чтобы как бы горы не выглядели такими вот лысыми, голыми. Поэтому как бы этот слой с деревьями должен эту проблему решить. Кстати, почему-то пропустил. ну, так же можно еще сделать вот такую штуку. Не всегда красиво смотрится, когда вот такая вот светлая сторона оставляет за собой как бы еще вот такие вот следы. То есть, чтобы светлая сторона как бы была крайней для гор. поэтому я вот сейчас это и хочу как раз сделать. Это уже все делается обычной кистью, пиксельной такой. Так, ну что ж, теперь уже горы выглядят более-менее объемными, рельефными, что для нас очень даже хорошо. А так, единственное, что мне сейчас как бы не нравится, это цветовая гамма. Как бы все могло быть гораздо интереснее, если бы было более такого цветного. А значит, что касается неба, я пожалуй добавлю сюда еще один вариант, в котором это небо будет посветлее, пожизнерадостнее. Ну вот, а уже как бы лучше, нет вот такого вот монотонного эффекта. А с ближними холмами тоже прибавлю немного насыщенности. Горам тоже можно прибавить совсем чуть-чуть насыщенности, чтобы они просто хотя бы как бы не терялись. так. У нас совсем потерялись задние деревья, надо было это поправить. И в принципе уже вблизи, как бы в самой игре будет примерно вот так вот виден этот фон, как бы в таком вот отрезке. А уже в принципе достаточно неплохо он смотрится. Но не хватает еще как бы маленькой такой-то делки. А значит я сейчас создам новый слой и кистью в один пиксель сделаю верхушки некоторых этих деревьев более острыми, чтобы как бы дать понять, что это что-то вроде елок хотя бы. Так как у елок они как раз таки такие вот остренькие. можно кстати попробовать сделать это с помощью вот этой вот нашей кисти. Хотя нет в данный момент не получится. Слишком как бы толстый такой штрих получается. Ну в принципе почему бы и нет. То есть вот еще одно такое применение вот это клинковой кисти. А здесь уже дерево как бы под наклоном поэтому лучше нарисовать как бы это самому. И здесь такой момент что пересекается как бы сразу несколько деревьев. Это бы надо подправить. в принципе можно даже попробовать сделать это той же самой кистью. Так ну что вот уже вполне неплохо получается. Для проверки сейчас создам новый корректирующий слой тут этот черно-белый и посмотрю как бы по черно-белым оттенкам как вообще здесь все это контрастирует. Меня все равно еще смущает как бы вот эти задние деревья поэтому надо что-то сделать например с горами я сейчас продублирую и либо сделаю менее заметными либо вообще вот такими еле видными так как сейчас как бы все это сильно борется за внимание пожалуй 65% здесь достаточно неплохой а вариант давайте попробуем еще сделать эти деревья более такими вот светлыми вот отлично посмотрим теперь как все это отражается в принципе уже теперь более так читабельно а только не нравится здесь некоторые участки например вот этот надо его слегка принизить так теперь уже смотрится намного интереснее можно кстати да действительно между этими двумя слоями с деревьями нарисовать еще один слой в который добавить какой-нибудь такой вот высокий объект это может быть какое-нибудь высокое дерево например очень высокая а возможно какая-то башня или архитектура может даже какой-то замок если вы не хотите чтобы у вас все было такое вот синее а я как бы делаю это с расчетом на то что впереди будут зеленые яркие тайлы персонажи всякие цветные а как бы такой синий задний фон который чтобы не выделялся просто сильно и не боролся за внимание но в любом случае я сделаю еще вот так я продублировал все вот эти вот слои и что можно сейчас сделать значит передний наш вот этот холм можно вообще сделать зеленым цветом через цветовой тон насыщенность начнем с такого далее деревья кстати вот они верхушки и как вот без верхушек у нас выглядели эти деревья а значит тоже сливаю и делаю их такими вот зеленоватыми можно правда сделать даже чуть потемнее а правда давайте добавим сюда синеватых таких вот оттенков вот хотя бы вот так а то уж слишком как-то ярко получилось а на задний фон наоборот добавим зеленоватых оттенков вот так а что касается этого замка можно пока вообще в принципе убрать конечно здесь как бы дополняет нашу композицию фоне но его можно оставить либо синим либо каким-нибудь таким вот серым пожалуй вот именно таким сероватым я его и оставлю а ну и задние горы естественно оставим такими же голубоватыми хотя давайте их чуть-чуть сделаем темнее возможно ну нет не надо а теперь я создам новый слой которых в котором точнее я сделаю те же самые горы как бы для заднего планы и видно что у меня как бы они влияют на передний потому что здесь как бы действует непрозрачность а поэтому сейчас непрозрачность здесь ставлю на 100% включая уровни и вот так вот максимально осветляю горы а что касается самого фона то здесь тоже пожалуй можно сделать что-нибудь такое поярче только насыщенность я тут сбавлю вот и можно попробовать поиграть со цветовым тоном чтобы тоже что-нибудь такое подобрать например что-то вроде такого вот рассвета а я в принципе довольно таки симпатизирует вот это вот шелтовато небо а и чтобы передать как бы всю эту утреннюю атмосферу можно сделать вот так создать новый слой залить его тем же самым цветом и попробовать поиграться либо с непрозрачностью например вот так вот либо с каким нибудь эффектом наложения и в моем случае отлично подошел цветовой фон а точнее цветовой тон а и вот здесь вот как бы меняем уже а так сказать непрозрачность если поставить на сто процентов этот цветовой тон а то можно сделать такой вот эффект заката например в общем как бы применения здесь тоже немало можно найти интересных и для каждой конкретной темы для каждого фона можно что-то свое такое интересное придумать но пока я как бы этот эффект отключу и хочу еще сделать горы которые я так не успел сделать значит я так же делаю просто той же самой кистью такие вот не знаю холмики но холмики сейчас здесь не подойдут надо что-то посерьезнее косяк косяк ну вот уже лучше только теперь нужно их сделать более светлыми ну вот отлично а можно в принципе даже добавить сюда тоже немного таких вот светлых оттенков на светлую часть пожалуй даже это сделалось на новом слое не нет ну вот уже как бы смотрится более объемно а теперь для переднего плана тоже что-нибудь такое интересненько придумаем так вот цвет потемнее а просто как бы чтобы сделать это все более не знаю более таким живым и объемным и кстати можно попробовать добавить травы на которую я естественно не сохранил настройки кисти ничего сейчас в принципе исправлю так и так как у меня здесь получилось слишком прямая линия я хочу это сейчас исправить через трансформирование деформация вот так вот по дуге чтобы было вот отлично а теперь как бы более так натурально смотрится по-хорошему конечно нужно еще добавить разные светлые пятна на деревья и на передний фон ну и в идеале конечно еще замок адресовать но чтобы не затягивать время так и так уже почти час прошел а я это сделаю в ускоренном режиме и МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Итак, вот такой фон у нас получился, используя всего лишь те кисти, которые мы с вами создали в начале этого видеоурока На этот фон я потратил где-то 31 минуту, ну, с учетом того, что я еще в начале вам много показывал, а как бы всякие варианты делал То есть, по сути, по сути, такой фон можно нарисовать такой фон можно нарисовать где-то минут за 10-15, используя те кисти, которые мы создали в начале Поэтому создавайте свои такие же кисти по этому ролику Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте и ставьте лайки этому видео, а также можете поделиться им со своими друзьями-игроделами Ну и на этом, пожалуй, все А также напоминаю, что вы можете поддержать мой канал, делая покупки в моем магазинчике Asset Store А там также скоро появится и пиксельная графика, в том числе и набор этих фонов А, кстати, вот этот фон, который мы рисовали в этом видео, также туда попадет Так что не забывайте заглянуть сюда завтра, потому что видео выходит каждый день Ну а с вами был Арталаски, и я не прощаюсь, а приглашаю вас смотреть те видео, которые вы еще не успели посмотреть До завтра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok